Атмосфера этого города захватывает как хороший кинофильм. И пусть Саратов прежде всего считается театральным городом, своё место на спортивной карте России у него безусловно есть. Не избалованный крупными международными событиями, этот город идёт своим спортивным путём. Спустя месяц после Чемпионата мира по футболу именно Саратов доказал, что не футболом единым живёт российский спорт. И даже любительские соревнования у нас способны собрать почти 2000 участников. Универсиада высших учебных заведений Минсельхоза России – это по-настоящему уникальное соревнование. Кстати, самое массовое среди всех отраслевых вузов. В 2018 году, преодолев сито двух квалификаций, в Саратов прибыли лучшие спортсмены из аграрных вузов страны. Красная ковровая дорожка перед театром юного зрителя. А именно там прошла церемония открытия игр. Медали и кубки на выставке спортивных успехов участников соревнований. И, конечно же, напутственные слова. С первых дней универсиады стало ясно, что всю неделю Саратову предстоит жить только спортом. У нас большое событие. Мы все жители Саратовской области будем прежде всего переживать за свою команду нашего аграрного университета. Но сделаем все возможное, чтобы дух соревнований, справедливые соревнования были на самом высоком уровне. Потому что всегда, когда у нас проходит своя межкузовская универсиада, у нас идут бои не на жизнь, как говорится, а на победу или за победу, здесь мало не покажется. Но мы должны, Николай Иванович, сделать все, чтобы победили сильнейшие. Пусть универсиады запомнятся яркими событиями. А Саратов для всех, кто впервые приехал к нам, станет городом, куда хочется вернуться. Я глубоко убежден, что будут победители, призеры, но не будет проигравших. Мы сделаем все возможное, чтобы у вас было хорошее настроение, и вы уехали с хорошим впечатлением. И, как губернатор сказал, чтобы хотелось еще и еще раз приехать в Сарату. Спасибо, с праздником! Открытие, как всегда, Саратовский аграрный университет умеет удивлять. Я и сам выпускник этого замечательного вуза. И когда был спортсменом, защищал честь не на таких крупных, конечно, как у универсиада, но на межвузских спартакиадах в честь как раз нашего Саратовского аграрного университета. Мы сегодня с вами по реакции могли видеть, насколько открытие, ну так скажем, восхитило, насколько оно воодушевило на победы спортсменов. Они аплодировали, они поддерживали именно тех, кто выступал сегодня на сцене, потому что кто, как не спортсмены, знает, насколько важна поддержка. Сергей Улегин – легенда саратовского спорта, серебряный призер Олимпийских игр. Сам выпускник местного аграрного университета. И он прекрасно понимает, как важен правильный настрой для молодых спортсменов. Что ж, начало получилось великолепное. Отличная организация, гостеприимный город, гостеприимные люди. Очень всем довольны, народ. Красивый город, успели прогуляться по нему уже. Город встретил нас очень достаточно хорошо, гостеприимно, все было на уши, на высшем уровне. Спокойный город очень понравился. Спокойный, тихий, набережная прекрасная, мне очень понравилась. Не остались игры и без внимания высоких гостей. Идейный вдохновитель и инициатор проведения универсиады Минсельхоза Алексей Гордеев прислал приветственную телеграмму. Поддержал коллегу и нынешний министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Не остался в стороне и Александр Карелин. Ведь по его инициативе в 2008 году борьбу внесли в программу игр. Поздравляю вас с началом замечательных соревнований. Универсиадный формат дает замечательную возможность для того, чтобы увидеть разные дисциплины в исполнении студентов, для того, чтобы возможность познакомиться с друг другом, окунуться в мир состязательности и конкуренции, позволенном не только вам обрести добрых новых друзей, но и окунуться в атмосферу гостеприимства замечательного Саратова. Желаю всем участникам успехов, побед и, конечно же, самого главного обстоятельства, чтобы побеждала дружба, чтобы главным достижением, кроме трофеев, медалей и кубков, были новые друзья, новые знакомства и, конечно же, новые открытия в спорте. В данном случае в спорте студенческом. Успехов! Пусть победит сильнейший! В программе седьмой летней универсиады вузов Минсельхоза было заявлено 8 видов спорта. Греко-римская и вольная борьба, легкая атлетика, пауэрлифтинг, дартс, летний пулиатлон, женский и мужский баскетбол и волейбол. Практически в каждом виде доминировали хозяева соревнований. Саратовский ГАУ брал и качеством, и количеством. 111 человек представляли родной вуз. В дартсе, пауэрлифтинге, вольной и греко-римской борьбе хозяева взяли командное золото. В летнем палеотлоне вне конкуренции была Чувашская государственная сельхозакадемия. Невероятно упорная борьба развернулась на стадионе «Локомотив», где определялись победители в легкой атлетике. Девочки побежали выше мастера спорта России. Ребята чуть-чуть не хватило выше кандидата в мастерство. То есть уровень подготовки спортсменов в допуск на уровне второго разряда. На результат даже первые два забега уже показывает мастерство. Столь солидные для студентов результаты, как минимум, заслуживают уважения. Ведь на первом месте для них стоит все же учеба. Ну, получается, у них же связано то практика, то учеба, то еще что-то. Профессиональные спортсмены, они имеют свободный график посещения. Этих ребят ни у кого нет. Что нужно их вовремя, чтобы они у меня пришли на тренировки. Все вот это вот связано. Анастасия Сахно яркий пример того, как нужно совмещать спорт и учебу. Сдав сессию на отлично, Настя со спокойной душой поехала представлять свою академию в Саратов. Имея звание кандидата в мастера спорта по метанию копья, она уже успела поменять специализацию. И на универсиаде уже выступала в спринте. Я занималась вообще многим видом спорта. Сначала с детства начала прыжками в высоту заниматься. Потом так получилось, что тренер уехал на Украину. И пришлось заниматься метанием копья. Потом уехала учиться в вуз и начала бегать и прыгать. Увы, московской Тимирязевке не удалось зацепиться даже за призовое место. В упорной борьбе командное чемпионство досталось новосибирскому ГАУ. Самым ожидаемым для хозяев был, безусловно, мужской баскетбольный турнир. И это неудивительно. В составе саратовского ГАУ был представитель «Автодора» Артем Клименко. На родной площадке он с товарищами просто не имел права проиграть. И, конечно, полностью оправдал надежды. Мы сделали то, что должны были. Мы победили с хорошим результатом. И желаю ученикам Аграрного университета заниматься спортом, баскетболом в частности. И всем удачи! Ну а завершался турнир волейбольными баталиями и самыми принципиальными противостояниями Аграрных универсиад. И у ребят, и у девушек в финале сошлись представители Башкирии и Саратова. В мужской части финала вне конкуренции были представители Башкортостана. Капитан и лидер команды Владислав Петров еще перед стартом отмечал, что недооценивать соперников не стоит. Игра есть игра. Можно выиграть, а можно проиграть. Какие самые ваши соперники у вас были? Самые главные, наверное, Саратов и Нижний Новгород самые сильные. Ну и опять же нельзя недооценивать соперника никогда. Возможно, именно в решающий момент и сказался опыт диагонального башкирского ГАУ. Ведь Владислав уже успел поиграть в молодежном составе Урала. Но в последнем финале чемпионата уже Саратовский аграрный университет поставил яркую и запоминающуюся точку, взяв реванш за поражение ребят. Интригующим и победным матчем завершается летний универсиадом вузов Метельхоза России. Итоговая победа саратовского ГАУ получилась яркой и убедительной. Семь из десяти комплектов медалей в командном зачете остались за хозяевами. Второе место не менее уверенно завоевала команда башкирского ГАУ. Бронза досталась новосибирцам. Главный тренер чемпионов, безусловно, был доволен результатом, признавшись, что результат даже превзошел его ожидания. Стали первыми в шестой раз подряд. Очень довольны выступлением ребят-борцов. Не подвели девчонки волейболистки, на которых был расчет, что они займут первое место. И очень приятно удивили пауэрлифтера. То есть пауэрлифтинг до этого не выигрывал у Новосибирска никто. Мы, как говорится, первый раз за всю историю университета семьи. И вот на набережной космонавтов пришло время вручить кубки победителям и подвести итоги. Мы are the champions! Мы are the champions! We are the champions! We are the champions! We are the champions! Университета удалась. Мы знаем, что большое количество человек, 1200 человек с 36 вузов, 7 мастеров спорта международного класса, 71 мастер спорта, 135 кандидатов мастера спорта. А эта университета еще породила еще 83 кандидата мастера спорта в силу того, что она внесена в календарь Министерства спорта Российской Федерации. И победителям присваивается звание кандидата мастера спорта. Поэтому была очень большая и соревновательная программа, и культурная программа. Ребят мы катали по Волге, посетили наши замечательные места, и Соколову гору, и пешеходную зону. Ребятам очень понравилось. Многие впервые были в Саратове. Я вам скажу, что нам есть чем хвалиться, чем гордиться. Саратов ребятам очень понравился. Я думаю, что задача, чтобы сделать фестиваль спортивный, объединить молодежь, показать этот патриотизм, что очень много хорошей, правильной молодежи, на которую надо ориентироваться. Я думаю, эти цели достигнуты. И мы 10 лет назад проводили эту универсиаду. После нас ее никто не смог провести, потому что слишком большое количество разбили на чемпионаты. И праздника фестиваля спорта не получилось. И вот мы сегодня взяли на себя вот такую миссию, и фестиваль спорта получился. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Свой первый шаг на пути проведения универсиад аграрии сделали 14 лет назад. От Рязани до Чумени, от Алтайского края до Краснодара. География подобных универсиад – это еще один невероятный показатель успеха студенческих игр. И уже в Саратове слова и пожелания, звучавшие со сцены во время церемонии закрытия, вполне могут стать девизом этих игр. Все вы победители, все вы приедете в свои регионы и помните, что за вами, за вами будущее. Будущее ваших регионов и будущее России. Спорт делает из нас реальных людей, и мы с вами прекрасно понимаем то, что будущее за спортом, будущее за вами, будущее за нашей дружной командой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!